Домашняя игра Владимирского торпеда и питерского «Зенита-2». Команды подошли к этому матчу с разных концов турнирной таблицы. Если черно-белые сохраняют лидерство в чемпионате второй лиги зоны Запад, то тезки обладателей Кубка УФА отчаянно борются за выживание. Это и определило характер игры. Торпедовцы почти постоянно находились в атаке. В первой половине игры мяч один раз побывал в сетке ворот гостей. Это случилось на 11-й минуте, однако арбитр не засчитал гол из-за офсайда. На 30-й минуте стопроцентный шанс открыть счет упустил Дмитрий Везмикин. На перерыв команды ушли при счете 0-0. Второй тайм стал для Владимирской команды более успешным. А Ламбалоев, не использовав один голевой шанс, тут же реализовал другой – 1-0. Затем черно-белые получили право на штрафной подачу, удачно замкнул ударом головой Иван Каратыгин – 2-0. И, наконец, когда казалось, что команда откровенно доигрывает, на последних секундах третий мяч ворота «Зенита-2» провел Дмитрий Везмикин. Исход игры практически не оставил наставникам обеих команд возможности для рассуждений. У нас не получилась абсолютно игра в обороне. Что сказать, результат закономерный. Но могли сыграть лучше, мне так кажется. Я считаю, что игра нам удалась, получилась. То, что мы не использовали в первом тайме свои моменты, все-таки создавало нервозность немножечко. Может быть, и у футболистов, и у меня, может быть, болельщики немножечко понервничали. Но в целом я для себя думал, что все-таки не могли мы здесь отдавать очки, тем более такой команде. Продолжение следует... Продолжение следует...